здравствуйте дорогие друзья в эфире программа школьная летопись с вами эдуард прошин и сегодня у нас в гостях великолепный писатель сценарист журналист лена усачева здравствуйте здравствуйте член союза писатель московской организации я не все регалии достаточно рад увидеть вас елена вот вот хотел поговорить сегодня о детской фантастике такая вот сегодня тема вот еще несколько десятков лет назад дети родители оттаскивали их от книжек дети прятались под подушкой с фонариком читали романы вилтистого беляева алексея николаевича толстого кира булучева а если сейчас вот такие книги которые дети читать с фонариком под одеялом если есть то какие сейчас не надо детям ничего читать с фонариком под одеялом потому что если раньше говорили не ломай глаза и типа гуляй хотя бы то сейчас все происходит наоборот ну дети гуляют гораздо меньше но если ребенок вдруг оказался с книжками кажется в этот момент родители начинают танцевать вокруг него ируканские танцы обкладывают все вокруг подушками чтобы не дай бог ничего и он же читает поэтому книжки есть дети с большим удовольствием читают и я уже рада что развеялся тот миф когда первый же вопрос который тебе начинается давать вы писатель как разве дети читают они вообще умеют читать все уже перестали задавать эти вопросы то что дети читает большим удовольствием читают и чтение что очень радует из разряда забивания свободного времени ну как раньше по телевизору балет погода плохая все друзья разъехались родители там ушли закрыли на ключ и ты вот сидишь дома и делать тебе больше нечего ты уже все собрал что мог сломал что мог и от как бы безысходности ты берешь книжку ура тебя попалась хорошая книжка беляев крапивин или кирбулычев и ты ее читаешь и читаешь запоем потому что это здорово 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 то сейчас из такой вот обязательно ну как бы ну обязательно делать было больше ничего поэтому берем книжку книжка превращается в один из вариантов проведения времени ведь надо и побегать и попрыгать и поиграть в компьютерную игру и позависать в чате с друзьями ну и выполнить море заданий 37 кружков которые родители сверху на тебя положили ну надо еще ерундой позаниматься это что же святое и вот среди всего этого вдруг ребенок берет книжку это осознанный выбор то что сейчас я буду не в интернете сидеть не в окно смотреть не пойду гулять асяду почитаю книжку то что я хочу и это мне кажется круто это книжку поднимает на совершенно другой уровень а что читать сейчас вот дети от чего не оторвать конечно как я как русский писатель с прескорбим хочу сообщить что конечно же в основном дети читают приводную литературу им она нравится но это такой еще флер идет и рекламные и киношные что зарубежное кино она более но она действительно лучше она действительно качественней ярче она ярче она захватывающе и так как ребята чаще всего читают книжки по принципу сарафанного радио это могут быть одноклассники это даже могут учителя что-то такое сказать но тот же самый янг дал конечно же лучший качественный проработан там та же самая скандинавская литература европейского до американской литературы вот да читают ну вот это фантастическая линия то что было с только пересмешницы связано это конечно же все сказочные магические линия с гарри поттером связаны ну и так такие же магические школы огромное количество книг на эту тему написано ну и я знаю что есть огромное количество фанатов нашей фантастики фэнтези фантастики вот то что выходила фильм еще фильм этерна выходила сейчас панов они не панов а потом вспомним как на наша писательница ну и панов тоже давайте не забудь и лукьяненко не забудем наблюдая с тем как именно подростки с большим удовольствием ждут новых книг лукьяненко но и потом это конечно все хорошо но у нас же еще есть комиксы комиксы но как же майор гром потому что я подписана на сайт издательства бабл и вот наблюдать как фанаты ждут встречи с авторами и актерами авторами комиксы актерами которые сыграли в этом фильме ну круто круто это здорово когда что-то ребят зажигает и они с удовольствием идут идут ищут что-то новое ура ура ну то есть у нас есть что предложить детям и есть шанс то что есть чтобы составим серьезную конкуренцию да без сомнения отлично а вот скажите пожалуйста вот вы работали в таких разных местах как пионерская правда на шахте подводником был серьезно подводником писатель всем были да вот в этом прелести писательской профессии а вот на этих местах работает таких разных вот вообще когда случился тот момент тот переход рубеж точка невозврата на который вы поняли что вы будете детским писателем когда это вот случилось был ли такой момент мне кажется общая в жизни людей если конечно они не сильно уперты прям такой пирт уперт очень многое происходит случайно по чек и несет по течению столкновение с людьми какой-то такой ветер тент перенаправляет и все это произошло тоже случайно но я шла в ту сторону на дальше я случайно еще и подталкивала я закончила педуниверситет то есть интерес детям у меня был начальные классы начальные классы средней школы но он там как бы определился потом вы решили пойти в литературный институт а потом я поработала некоторое время сценаристами передачи спокойно очень малышей вот там мой редактор познакомил меня сергеем ивановым искал ну вот такая талантливая девочка сергей иванов он работал тогда на в литературном институте вел курсовского какая талантливая девочка пускай приходит к нам вот это вот случайность абсолютнейшая случайность меня из педагога перебила но как как я говорю меня сбил самосвал в этот момент радостно шла в сторону Школу я хотела работать в школе, работать с ребятами. Но тут прилетел самосвал. И поверну указатели, я пошла в другую сторону, в литературный институт на отделение драматургии. Раз уж я писала пьесы, получилось, что да. А из «Спокойных ночей», из материалов «Спокойных ночах» меня попросили написать материал для газеты «Пионерская правда». Ну и дальше прилетел ещё один, видимо, самосвал. Они как-то мелькают передо мной, эти самосвалы. И из какого-то там желания пойти в что-то такое литературное меня перенаправило в журналистику, и я долгое время была журналистом. Всё вот как-то так случайно. А это была детская журналистика и общение с людьми. Вот вы называли Кир Балучёв, Вадим Панов. Общаясь с писателями, ты как-то наполняешься невольно другим воздухом. Ну и там как шарик. Пропитываешься им, да? Да, и как шарик тебе дальше начинает нести уже в какую-то другую сторону. Вот, кстати, да, про Киры Балучёва хотел спросить. Я вот увидел, что в вашей библиографии есть цикл произведений про Валерку, который написан в соавторстве с Киром Балучёвым. Это так? Как вот это получилось? Что это за опыт? Это так. В этом был парадокс старых мастеров. Это и у Успенского было, и у Балучёва. И мне об этом просто говорил писатель прекрасный Борис Минаев. Они жили на каких-то правилах, вот они были выработаны литературой, традициями. Они писали по этим правилам и традициям. А тут приходят новые, другие писатели, которые не отказываются от всех этих традиций, пишут совсем по-другому. Например, Киры Балучёва потрясала, что можно писать страшилки. Что вот так вот можно писать страшилки. Он был настолько потрясён. Он такой, и как опять же старая такая гвардия, он говорит, я помогу. А это уже другое время. Тут нельзя привезти, ну если раньше, чтобы тебе на печати нужно было обязательно, чтобы тебя кто-то привёл, порекомендовал. И там уже неважно, как ты пишешь, тебе привёл такой человек, не знаю, там, Симонов, Фадеев. Ну, значит, это хорошая рекомендация. То это уже было другое время. И, конечно, Балучёв пытался что-то такое сделать, но с ним невозможно. Это как маленький котировка, такой огромный титаник шёл на тебя. И вот его представление о прекрасном, оно, конечно, совершенно подавляло. И каюсь, каюсь, наверное, если бы я была мудрая, как черепаха Тортила, я бы не ругалась с Киром Балучёвым. Но я была молода, горяча. И я говорю, ну мне же там всё было по-другому, говорил я. Ну там же совсем всё. А он так брал текст. Говорил, угу. И переписывал, вообще всё переписывал. Вообще всё переписывал, вставил твою умную фамилию и отправлял в журнал. Говорит, да, журнал, вот смотри, у нас получилось. И я такая, мама, что у нас получилось? Слушайте, ну а есть шанс, что этот цикл будет издан в России? Потому что я знаю, что он был издан в одной европейской стране, а в России не издавался. Или я ошибаюсь? Я помню, просто там была договорённость с журналом. И вот для этого журнала Киром Балучёв это писал, Игорь Сеулыч. Но я даже скажу честно, так как, повторяюсь, это выглядело так. Я что-то такое писала, а Игорь Сеулыч переписывал целиком и отправлял. А переписывал он на машинке и, скорее всего, просто больше этих текстов. Но только если в журналах есть. Если бы эти журналы где-то найти. Хотя я знаю, что в Челябинске живёт человек, который собирает всё по Киру Балучёву. Человек, который издавал его потом стихи, какие-то статьи издавал. И до сих пор он следит за всем, что происходит. Может быть, там у него есть. И если да, то почему нет? Я только готова снять своё имя. Потому что реально это творчество Игоря Сеулыча. Это больше Игорь Можевика. Да. А вот тогда поговорим о жанрах. Как раз от Киры Балучёвы очень легко перейти к подростковой фантастике. Вы считаете себя как-то замкнутой в рамках одного жанра детской фантастики, подростковой фантастики? Или всё не так, всё гораздо шире? Да, это абсолютно не так. Мне кажется, быть замкнутым на одном жанре, но это в какой-то момент становится скучно, как минимум. Здесь верный жанр фантастики страшилкам только в том, что я считаю, что страшилки имеют невероятную терапевтическую пользу. Это очень ценный, очень нужный жанр, особенно для современных подростков, которые, к сожалению, загнали в такие очень ватные рамки. Им не дают шагнуть в сторону. Все боятся, что какая-то там опасность, какую-то информацию они получат. То есть защита, 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 в то время как... Пугают, пугают. Не пугают, а именно вперёд бегут и стерят соломку, чтобы не дай бог, чтобы не... В то время как для развития, для нормального и физиологического, и психологического развития ребёнка необходимо получение драйва, необходим адреналин. Он нужен, чтобы там всё правильно сложилось и всё правильно выросло. И эту потребность они всё равно же пытаются добрать. Отсюда все эти скалодромы, скейты, лазанье, прыганье, стрельки, стрелялки в том числе, потому что адреналин... То, что раньше дети, не знаю, цеплялись к машинам и ездили на скейтах, на машинах или на трамваях, или прыгали на крыши поездов, или там играли в американку, кто первый отбежит от летящего поезда. Ну, неважно, это всё время было. Это всё время было, потому что этот адреналин, он физически необходим. Если ты нужный уровень адреналина не получил, не научился им управлять и с ним работать, ну, тебе просто дальше будет по жизни тяжело. А так как сегодня у нас всё вот туда не ходи, сюда не ходи, от звонка до звонка туда пришёл, позвонил, отсюда пришёл, позвонил, мама встретила 15, 17, 18-летнего мальчика и привела. Ну, какой-то такой нонсенс с точки зрения стартовой природы. Страшилки, они вот как раз дополняют этот уровень адреналина, необходимый ребятам и необходимый для взросления, потому что читатель вместе с героем попадает в беду, преодолевает беду и выходит победителем. И вот эта верность жанра, которую не любят, всячески принижают, говорят, что это не жанр, недолитература, вообще ненужная и замечают только какую-то другую литературу, а говорят, нет, а это мы замечать не будем. И я, след за Эдуардом Николаевичем Успенским, который был зачинателем этого жанра, написал профессиональную первую страшилку, вот такую детскую страшилку. У меня даже есть бумага, которую подписывал Эдуард Николаевич, там гимн поддержки страшилки, что это важно, это нужно. И я, скажем, сохраняю верность при всём то, что это не то, на чём можно долго ехать и вкусно есть. Вот хочу, хочу, чтобы это было, это развивалось и продолжало жить. Ну и, конечно же, есть сказки, вот я тут книжки принесла, вот есть сказка. Конечно же, я пишу сказки. А потом, как же не писать то, о чём у тебя всё время мелькает перед глазами? Мелькает перед глазами школа, соответственно, огромное количество книг про школу, то, что называешь повестью взросления. А вот вообще, как произошёл этот переход? Вот я, насколько помню, что у вас первая сказка, которую вы написали, её издательство не приняло. А потом, когда вы написали страшилку, она вот была уже опубликована. То есть, это был переход сознательный какой-то, или что вдохновило на написание первой такой сказки, которую приняли? Сказки или страшилки? Так, сказку-то не напечатали? Да, нет, но тут же ты не сидишь, не думаешь, там, что написано. То есть, у тебя рождается идея. Вот сейчас у меня в голове… Это отдельный прям вопрос был, как рождаются идеи. Да, ну нет, я просто… Потому что, ну, есть люди, которые, наверное, могут придумывать, вот сесть, написать план. Я буду сегодня писать о безногом мальчике, который мечтает стать альпинистом, ну и так далее. То есть, вот такие, я буду писать трендовую вещь, или о папе, который посадят в тюрьму, и вот ребёнок переживает, что папа посадят в тюрьму. Или я буду писать о мальчике, который подружился с гомосексуальным дяденькой, а папенька, значит, против, а дедушка против. И вот, значит, борьба семьи с желанием мальчика. Ну, тренд. Можно, наверное, так. Я иду немножко от другого. У тебя… Ты идёшь, идёшь, идёшь по жизни идёшь и спотыкаешься о какой-то рассказ, образ. О человека спотыкаешься. Вот так вот, может быть, из нашего интервью тоже родится книжка. Мы же только вот с вами познакомились. Подались. Всё, да. И через год мы с вами здесь встречаемся. Договорились. Да, и вот, и это может быть, если эта история рождается как страшилка, значит, у тебя в голове начинает крутиться страшилка, как было вот с этой книжкой «Мёртвая свадьба». Я съездила в Зоонежье. Это детская книжка? Это детская книжка, да. Прекрасное название для детской книжки. Да. Я съездила в Зоонежье. Зоонежье славится своими мифами, легендами. Мы знаем Карелию, так более-менее Карелия, там Финно-Угры, а Зоонежье – это немножко другой край. Это север Онегии, это Кижи, это пришедшие новгородцы и поморы. Там нашли, в конце концов, былины. Именно там сохранились былины, которые были там несколько веков потеряны после Ивана Грозного. И так было интересно, столько мистики в этом умирающем крае, откуда все разъезжаются, где в деревнях нету света, где воду берут из озера, где медведи могут прийти к дому. Так утром встаёшь, опаньки, здрасте, и окошко закрыл. Он скоро уйдёт. Это такое потрясающее мистическое место. Оно само просит вам напиши. Рождает сказку. Да, напиши, напиши обо мне. Вот так родилась вот эта книжка. А сказка, ну, первую-то я написала сказку, потому что, опять же, нужна причина. В газете «Пионерская правда» печатался такой очень популярный сейчас писатель Дмитрий Емец, может быть, вы о нём слышали. Он потом написал Таню Гроттер, Мефодия Буслаева, «Школу ныряльщиков». Очень популярный и читаемый автор. А я пришла только из Лизлит института, вся такая горячая, молодая, вся такая вот, всё знаю. У нас же курс детской литературы был, как это, Астрахань брал, Казань брал, всё знаю. И тут я знакомлюсь с молодым человеком, таком высоким, красивым. Он говорит, здравствуйте, я великий детский писатель. Я так, не Драгунский. Точно великий. Не Носов. И не Успенский. И не Кир Булычёв, помню, как выглядит. Ну, то есть я всё перебрала, что может быть. Всех великих. Ну, даже Пушкина припомнила. Ну, точно не он. Он говорит, я Дмитрий Емец. Я так, иди ты, поди ты. Великий, значит. Ну-ка, дай почитаем. Он мне приносит свою книжку, как сейчас помню, Дракончик Пыхалка. Я читаю, и ну как, я же говорю, горячи были, с Аним Киром Булычёвым спорили. И я так, да я лучше напишу, сказала я. И мы, я помню, с Митей тогда поспорили. Я написала сказку. После чего мы с Митей год не разговаривали. Вот я сейчас не помню почему. То ли потому, что он прочитал, сказал, боже мой, какой ужас, вот с этой вот дурочкой общаться вообще нельзя. То ли потому, что он прочитал и ужаснулся, кто тут, значит, кого он на груди пригрел, какого конкурента. Ну, вот именно с этой сказкой я потом пошла в издательство Дрофа. И сказали, книжка хорошая, но у нас серийная литература, напишите в серию. Я написала в серию, мне сказали, книжка хорошая, но, знаете, неизвестных авторов мы писать не будем. А потом тот же самый Дмитрий Емец сказал, что в издательстве XMO начинается серия страшилок. А тут надо вспомнить главные заветы любого писателя начинающего. Писать надо то, о чём знаешь. Если бы я, наверное, написала какую-нибудь космическую сагу про звёздные войны, её бы точно не напечатали, потому что я не знаю, что такое бластеры, как стрелять, из чего состоит вертолёт и почему он падает. Я знала, что такое страхи, вот эта вот страшилка. Я знала, как появляется страх, и уже так как я была взрослым и педагогом, я понимала, что надо сделать, чтобы с этим страхом справиться. И я написала первую страшилку. Её взяли именно потому, что там было написано то, что я знала. А известно, что... Почему, говорит, конкурента, не конкурента нет в литературе конкурентов, потому что у каждого человека индивидуальный опыт. Он уникален. Вот эта вот ценность любого человека – уникальность. И если ты можешь эту уникальность передать, как Фадеев передавал уникальность своего восприятия гражданской войны, как Гайдар передавал своё восприятие той же самой гражданской войны, у каждого она была своя, вот эта уникальность опыта. Вот, вероятно, это сработало. Здорово. Интересно посмотреть на этот производственный процесс с другой стороны. У нас прям здесь как Толстой, Ушинский сидим, так мудрые вещи говорим. Конечно. А вот как раз, если вернуться к мудрым вещам, вот в ваших произведениях, в страшилках, в мистике, в фантастике есть интрига, есть увлекательный сюжет. А есть же что-то вот за рамками этого, где-то верхушка айсберга. А вот те какие-то глубинные вопросы вы какие-то ставите, вот пытаетесь своими произведениями их поднимать? Ну, понятно, что педагога из меня даже дустом не вытравит, что даже если я в упор буду стрелять из танка, педагога всё урёт, кроме педагога в душе. Конечно же, любая книжка, ну, невольно несёт вот этот подспудный воспитательный момент, когда любая проблема случается из-за ошибки. Знаете, как в фильме «Старикам здесь не место». Там же он убил, там герой там убивал. Ряд за рядом совершают ошибки, каждая другая. Там герои совершают ошибки и поэтому получают наказание. Вот тут то же самое. Ну, не зря же, нет, понятно, что родители все мастодонты, мамонты, они жили, когда ещё летали диплодоки, и ничего умного они сказать не могут. Но всё-таки мамы не зря говорят девочкам, ну, не ходи в короткой юбке в 12 часов вечера по задам, там, не знаю, вокзала. Ну, не надо. Она говорит, нет, ты ничего не понимаешь, мне так удобно на каблуках. Ну, не надо. Вот когда ты совершаешь ошибку, к тебе начинает прилетать. И любая книжка, она строится на том, что если ты совершаешь ошибку, чаще всего, ну, говорят, ну, не ходите в тёмный дом, вот этот заброшенный, ну, не ходите в него. Пришли, опаньки, прилетело, всё. А дальше мы учимся не убегать, как в жизни. В жизни мы чаще всего, ну, как бы убегаем, а не идём в лоб решать проблему. А книжки научат решать проблему. То есть ты совершил ошибку, будь добр. Да, будь добр, нести ответственность за то, что ты совершил. Вот как-то так. Ну, иногда слушай, что тебе говорят. Иногда взрослые. Ну, конечно, мамонты, диплодоки, да. Но иногда они говорят мудрые вещи. А из написанного, вот какой книгой больше всего гордитесь? Ну, многим, но мне нравится, когда в книжке... Книжка может брать либо стилем, либо интересным, как бы вот эта придумка, когда ты придумываешь ход. И у меня есть книжки, где мне нравится, как отыгрывается ход. Причём я как автор, есть разные типы авторов, а я, так как я мистик, я придумываю героя в самом начале. И дальше я его пускаю в свободное плавание, сама с любопытства наблюдая, как он там выплывает. Больше всего, я помню, была история, где я героя загнала в подвал, закрыла дверь на замок, и из темноты раздаются шаги. То есть всё, сейчас его там съедят, чавкая. И на этом мне надоело писать в этот день. И мне даже было любопытно, как он оттуда выберется. Что там с ними. Да, вот выбер, он должен был выбраться. Вот как он оттуда выберется. И когда вот этот ход срабатывает, ты испытываешь невероятное удовольствие. И с таким удовольствием, я помню, писала серия, у меня была в Эксмо, печатали серию «Пленники сумерек». И когда ты сталкиваешь двух героев и наблюдаешь, что произойдёт дальше, очень интересно. Мне нравилось, когда мне издатель позвонил и сказал, Лена, есть такая идея, написать энциклопедию обуви. Вот напиши, пожалуйста, энциклопедию для детей, энциклопедию обуви. И я так думаю, ну, конечно, можно сейчас залезть в разные научные книжки, в учебники по моде и посмотреть, как менялась обувь, что и почему. Но это же как-то скучно, нужно придумать ход. И ход родился сам собой. Я вдруг вспомнила, что у нас огромное количество сказок, особенно средневековых, построены на обуви. Золушка, туфельки, кот в сапогах, маленький мук в ботинках летал, мальчик с пальчик, сапоги снимал, скороходы. Кот в сапогах. Потом уже 19 век Андерсон, если помните, Герда, новые свои ботинки деревянные отдавала реке, чтобы река привела её к Каю. У Гоголя черевички. У Гоголя черевички. Почему за черевичками? Почему это так важно было? И это было так интересно, как, что и почему. Почему было принципиально, что финистерство и сокол надо было сносить три пары железных. Почему железные ботинки нужны были этой несчастной Марьюшке. Ну и так далее, и так далее. И я посмотрела, как история обуви проявляется через сказку. Ведь не так просто, как кота одели в сапоги. Потому что, ну, господи, кот в сапогах, там дальше по сказке идёт охотиться. Он сначала в сапогах, пришёл к королю, а дальше он пошёл охотиться, потом полез на крышу от людоеда. Неудобно же. Зачем коту понадобились сапоги? И я выяснила, почему принципиально было, чтобы кот был в сапогах. И я узнала, почему принципиально было, что у золушки маленькая ножка. Не потому, что она каша не доела и не доросла. Нет, там была определенная причина. Она говорит, читайте нашу книжку про обувь. Ответ найдёте в энциклопедии. Да, так называется про обувь. И мне так понравилось, вот ход сработал, выстрелил. Круто. Класс. Секунда рекламы, да. А вот при таком жанровом разнообразии, вплоть до энциклопедии обуви, а хотелось когда-то написать летопись своей школьной жизни, своего детства? Вот какой-то яркий момент вспомнить и его... Так уже? Я же человек, опять же говорю, ленивый. О чём знаю, то пишу. Да, что вижу, что вижу, то и пишу. Со временем они доброжелателями говорили, ну, а то с чего можно только красить, да? Это посредственности, нет, это посредственности, как там, цитата, посредственности присваивают, а гений воруют. А я беру действительность, она мне безумно интересна. Именно то, что и сейчас, здесь, и секунду, и это невероятно. Цена – это тот самый опыт, которого нет ни у кого, потому что нет у вас, потому что мы не шли в этот момент, да, даже если бы мы шли в этот момент рядом, мы бы увидели... Это как фотографы, у меня знакомые фотографы, мы с ним делали фотографии на острове Нера. И мы сфотографировали с ним одну и ту же мостки, одни и те же мостки. Потрясающе! Я пошла от гармонии, а он от дисгармонии. Мы почти из одной точки фотографировали. Ну, то же самое. И поэтому, конечно же, часть школьных историй, которые написаны, они написаны о моей школе, обо мне, о том, что я видела, и о тех конфликтах, которые я попадала, и которые попадали мои друзья, или то, что я наблюдала. А какое яркое впечатление детства, которое написали? Я описала, был такой, ну, совершенно дурацкий ребятам, когда ты для них разговариваешь, у них есть некоторые темы, которые взрослые очень часто не понимают. Вот это вот чувство одиночества, когда ты оказываешься один, и тебя и вокруг никто тебя не слышит. Ты вроде говоришь, а тебя никто не слышит. И вот это вот чувство одиночества, в котором ты оказываешься молниеносно, совершенно случайно, и ты не можешь понять, почему. У меня была такая история, когда мы с классом поехали в Ленинград, тогда он ещё был Ленинградом, это был ноябрь, ноябрьские каникулы, и всё было замечательно до тех пор, пока вдруг класс не решил поехать на кладбище к Цою, а Цою вот надысь как раз чуть ли не в этом же году и помре, и все сказали, да, 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 мы хотим на кладбище к Цою, а я-то как-то к Цою была равнодушна, это раз. А во-вторых, кладбище. Нет, я же всего боялась, я же рассказываю, мне вот это кладбище, я поняла, что я потом буду видеть только кошмары, и почему я должна идти на какое-то кладбище к какому-то Цою, не хочу и никакому Цою. Это была как раз моя стратегическая ошибка, когда весь класс поехал на кладбище, а я сказала, нет, я погуляю по городу, я погуляла по городу, я их стала ждать, мы должны были потом пойти в русский музей, я их ждала у русского музея, они, конечно же, опоздали, они где-то там пообедали, у них сформировалась какая-то своя история, и когда мы опять встретились, они уже были со своей историей, а у меня ее не было. Я еще потом ухитрилась, конечно же, заболеть, пока все это ждала, и я совсем выпала из экскурсии, потому что дальше я болела, в совершенно больном состоянии вернулась домой, и мы с классом разошлись, и все, и я стала изолируемой, ничего не произошло, просто у класса, у класса началась своя история, а я чуть приопоздала в какой-то момент и не смогла вернуться, и все, никто ничего не сделал, но вот это вот, да, ощущение, что ты остался один, Да, два мира разошлись, все, ты остался один, и дальше ты живешь в этом состоянии. И это тоже хороший сюжет для произведения. И вот это сюжет, да, о том, как совершенно на ровном месте, из глупости ты можешь стать... Это, собственно, ничего не значащее событие, да? Да, да, я даже не предполагала, что мое нежелание пойти на кладбище, а потом, да, произошла смешная вещь, а потом последние два класса, когда я была в этом состоянии, абсолютно стерлись из памяти, я их не помню совершенно. Ну, вероятно, такая защитная реакция. В этом вот вся мистика, так она рождается. Слушайте, ну а вот писателя нельзя не спросить же о творческих планах, что впереди, что в будущем, о чем планируете писать? Что вы ждете? Я жду новую книгу. Как в том фильме, что вы ждете, вы ждете ребенка, а я говорю, вот я жду новую книгу. Книги, книги, а потом, да всегда какие-то мысли вертятся. Вот, надеюсь, написать сборную книгу для школьной летописи. Про ход. Это так интересно, читаешь детские книжки. Они, вот эта школьная летопись, они, ну, такие немножечко иногда бывают похожи друг на друга, но, конечно же, что-то такое выбивается из общего, и ты из нее цепляешь ход, и у тебя складывается общая история, как написать про весь год ребят школьной летописи. Концепцию. Да, ход, придумывается ход. Первый раз, когда я писала первый раз, там прям вычленялось, когда ты писал портрет человека, просто портрет, как по-разному ребята описывают. В прошлом году это была страница ВК, но она пришла автоматически, потому что все сидели на удаленке, все сидели ВКонтакте, и страница ВКонтакте, но она просто вот просилась, как ход. А в этом году это будет путеводитель. Прикольно. Очень классно. Когда это срабатывает, это круто. Да, при этом вроде бы обычная такая мысль, а почему она раньше в голову не приходила. Здорово. К сожалению, наш получасовой формат уже не позволяет нам поговорить подольше. И всех обратно. Да. Вот сегодня у нас с нами в гостях был писатель, сценарист, журналист, и просто прекрасный человек, и очень интересный Елена Усачева. Елена, спасибо вам большое, просто массу интересного сегодня услышал. Вам спасибо, было очень интересно. Я и наши слушатели. Спасибо большое. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok